Песня Песня Просеи нас благослови, Господи Боже наш, благослови нас на сей занятие, открыть сердца наше и вову принятия слова Твоего. И для славы, чести и поклонения за все веки. Аминь. Вы тогда молитесь, молитесь громче. 14 глава, Откровение, 11 стих. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образы его, и принимающий начертания имени его. Толкование. И дым мучений будет восходить во веки веков. Эти слова напоминают сказанное пророком Исаием, ибо день вщения у Господа, год возмездия за сего, и переворотятся реки его в смолу и прах его серу, и будет земля его горящей смолой, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. 34 глава. Иоанн как бы не дерзает, и посмотреть самое пекло мучение в эту разгорающуюся печь, и видит только восходящий от нее дым. Дым мучений Андрей Кисарийский разумеет, либо как восходящее снизу вместе с плачем, дыхание мучимо, либо же как происходящее от гиенского огня дым. Дым происходит от огня. Так здесь сами мучения и подразумеваются под огнем. И этот дым мучений будет восходить во веки веков. Вечным будет мучение грешников. О, ужас нескончаемый! И эти мучения будут еще и непрерывны. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образы его, и принимающие начертания имени его. Сейчас... Вообразие даже вот ты как нельзя. Но мама это нам сказала. Бог говорит, тереплю до конца, обдумывающий без конца. Такой фразы нет в Библии. Но смысл потом есть здесь. И Осипов, этот профессор, бритый, он никакого уважения не вызывает. Вижу, что он масон может не спасли. Но в данном случае он говорит, что он не признает вечное мучение. Смысл его. Мучение имеет смысл покаяния. Бог посылает. Благовестовуемый. Даже там. Здесь два пророка, и откровение говорит, не просто вечно, а день и ночь. Хотя дни и ночи не будет. Это... Ну, у нас так принято говорить. День и ночь, например, это сутки. И поэтому отвергать вечное мучение по Библии никак нельзя. Хотя в одном месте написано, и будут муха их вечная. Идите в огонь вечная. 25 глава. Там 46 стих, кажется. И радость будет вечная. Как? Ну, когда-то же конец был. Мы привыкли, все имеет начало и конец. Без начала. Вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Или вначале сотворил Бог небо и землю. Мы это знаем. Но нет. Даже как-то делать. Даже в раю, кажется, ну как так, еще не меняется. А оно меняется в степени, которая нам неизвестна. Мы этого не знаем. Потому даны будут листья дерева для исцеления в раю. Какие листья? Какое исцеление, когда, говорит, и смерти, и болезни не будет? Понимаешь? Вопрос на вопрос накладывается. Листики, это вот на дереве, это тончайшее разумение сказанного здесь. Да ну, будет людям. Но ангелы, архангелы, когда были сотворены, никто не знает. Но они были сотворены, конечно, когда там был этот люцифер, дьявол, осенящий его вид. А сколько прошло время? Никто не знает. А может быть тысячи лет? А может быть миллион? А что они делают там? Конечно, вопросы все и не отвечаем. Не знаем. Вот мы не знаем, ничего не говорится. Не слышало уха, не видел глаз, и на сердце не приходило, что Бог приготовил. То есть, хочешь, что он напишет святой никому. Хотя, есть такие места, где святые не толкуют, а говорят о-о-о-о, и все. Что мы будем телом, подобным его телу. Вот мы так и считали филиппистам только что. Это невероятно. И нельзя ничего сказать. Нужно только довериться. Как? Не знаю. Но это нечто не знаю. Вот люди говорят мечта. Я это слово исследовал в Библии, нашел слово мечта, отрицательный смысл. умеет. Только отрицательный. Не надо. Ты узнал, делай. Делай в простоте. Нигде не навреди. У нас тут не все люди, я бы сегодня хотел сказать даже на эту тему. Не навреди. Но придется перевести. Вот о чем мы считаем. Ориен так понимал. Ориен это был учитель святых отцов. Они у него учениками были. И он вечного мужчин не признавал. Ну, это написано. Но объясните, зачем? Написано, не надо рассуждать. Но слово вещи имеет другой смысл. Вот человек взял там деньги и не отдал. И в течение семи лет он должен отработать у кого-то взял кредит. А он там работает. Он свободный. Через семь лет он пойдет, паспорт получил, пошел домой. А там нашлась такая, которая понравилась ему. Понравилось благословение хозяина, детки появились. Ну, ему кое-то семь лет кончилось. Он говорит, я не хочу уходить, ты мне ее отдашь, но их никогда. А я деньги заплачу. Да, мне нужны. Я тебе ее не отдам. Она работник хорошая. Она медик, она у меня людей вещь, и что я тебе отдам-то? И ты хочешь ее, чтобы иметь? Конечно, у меня тут уже трое ребятишек от нее. Становись в косяку. Берет шило и прокалывает ему. И теперь ты раб навсегда. И дети твои рабы будут. Настенька, я готов передвигать. Все. Сделка какая была? Шил на косяке, потом он подойдется и скажет, ну-ка, давай, на каком уровне твое ухо совпадает. И дети рождаются. А почему я раб? Потому что папа любил маму и себя отдал рабы. На это редко, что пойдет. Но Библия об этом говорит. И будет рабом, вечно. Я это еще раз скажу. Вечно. Слово вечно. Ну не может, что он за гробом будет рабом. Вечно. Вот это в этой жизни. Но слово вечно стоит. Значит, смысл слова вечно имеет не одинаковое значение всегда. Святые отцветы, я понимаю, никогда за это врать не выгодно. Но смысл совершенно непонятен. А здесь говорится и день, и ночь. поэтому на то, что никогда не кончится прямо указатель. Как будет дальше? Один Господь усмотрит. Считаем дальше. Понятно о чем? То есть никогда на тему вечности не спорить. Мы не знаем. И страшно делается. Сейчас люди очень спокойны, когда речь идет о вечности. И не имеют покоя, когда речь идет о жалких делах мирских суеты, о жалких земных богатствах и почестях. Нет никакого беспокойства о спасении души. Говорят в душе своей, Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Лука 12, 19. И покоится душа беспечно. А когда она внезапно пробудется, будет навеки поздно. Душа, имевшая покой на земле и не заботившая о своем спасении, там в страшных мучениях не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. Никогда. Вот страшная противоположность небожителям, которые ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь, Бог Содержитель». Одни не имеют покоя в блаженстве и добровольном словословии, другие в мучениях. Выражение «ни днем, ни ночью», как и в 4 и 8, означает не наличие дней и ночей вечности, а непрерывность. Там словословие, здесь мучение. Просто использован обычный оборот речи для обозначения непрерывности. Вот, Ваня, как и Рава. Вопросы вот по этому стиху. Задавайте. Говорят, ну, как вот вечное мучение, мать верующая, дети, и они при ней будут брошены в огонь. Какая радость теперь? Там будет по-другому. Чувствования во Христе Господь воздрел в гневах на них, скорбя божествечение сердца их. А это те существования у матери будут. Она на детей будет смотреть не только с печалью, но и с гневом. Поэтому на ее радость в раю гибель детей не повлияет. Мы это узнали, дальше за это не заходить. Почему вы ранен? Не входил я в высокое для меня недосягаемое, не смирял я души моей, как дитя те отнятого от груди. И мать кормила ребенка, и когда отнимаешься, как он бьется. Ему ничего не надо, только дай то, что было все. Вот так моя душа хотела знать. А Давы говорит, я не входил в высокое для меня недосягаемое. 140 я хотел бы сдать, но там опасно. А почему дьявол нашел в район? Зачем это дерево там росло? Такие вопросы-то и понятны. Бог-то заранее знал. Он знал, что мы сегодня соберемся, так будем рассуждать дальше. Знал, что склад будут освещать сегодня, сколько капелек упадет. Он знает, куда ты теперь эти горы добра белого куда будешь девать, и где оно родилось. Я однажды ролик один маленький смотрел. Ну, люди любят плавать. И плывут. И плывут барак. И вдруг от скалы, ну, ширина примерно вот, и высота там такая, и она падает прямо на лодки. какие крики раздались, ударила и никого нигде нет. Они-то приехали отдохнуть, на море едут, в рак, и что-то она сидит на море и едет завтра. И эта скала отрывается, вот так вот, и начинает наклоняться, и там забежали, закрещали, кто рядом был, как она ударила, там волны пошли, никого нигде нет. Зачем? Вот и идет Титаник, северная известная гибель. Два года назад там, в Арктике, оторвался айсберг. И он два года плыл, и выщипано у Бога было, какие ветра, какие течения Горстрим на пути вывести точно в туманную ночь перед ним с точностью сантиметра. Удар полторы трещины на дне. Это мы только так рассуждаем. Да вот скучайно. Нет. У Бога не написано. Случайно на течении. То есть не метился, а попал туда. А вот у Бога выщипано было. Ахан должен погибнуть на поле брони. Вот так и было. Левой он знал, что за ним охотятся и переоделся там сержанта какого-то генеральского Павлона убрал. Царь! И там вы воюете. А тот царь дал ни с кем не воевать. Все силы бросить Ахану убить. Сталина или Гитара надо убить. И когда бросились, а тот царь-то закричал. Он говорит это не он. А вступили назад. Искучайно стрелок натянул. А тот случайно наклонился и между которой броня у него щель появилась. Искучайно именно в эту щель стрела вошла. А почему предсказано было? На этом поле которое ты отнял невинного человека мать осталась сиротами. Здесь будет кровь пролитая. И блудницы будут омывать. Блудницы необыкновенные люди. И собаки будут резать кровь крови. Почему? Пророчество которое сказал Илья. А у нас тоже где-то что-то сказано. в 138 Псалом написано здоровья. Здоровья жмой. В твоей книге записаны все дни для меня назначены когда ни одного еще не было. Вот так глянул а полезно не полезно от страха бы умирал. Сказали сегодня в 3 часа убирать. Заметал ты бы где? Никак. А другой бы сказал все равно я убираю. Пойду теперь на пролом всем врагам отомщу. Все равно же мне убирать пусть стреляют. И поэтому везде нужно сказать промысел Божий забота его любовь и непонятность. И там истина и исцеления. Вот теперь все стало на место. Нищета духа не знаю. Да как же сроки считать я знаю для меня из этого стиха мне спастись. А дальше запрыгаем. Двенадцатый стих. Здесь терпение следых соблюдающих заповеди Божией и веру в Иисуса. Толкование от судьбы нечестивых вечности Иоанн переходит к судьбе правильных на земле. Здесь означает в этой жизни на земле страдать придется всем. Нежелающие страдать в вечности должны страдать и терпеть здесь. Терпение нужно вам чтобы исполнив волю Божию получить обещанное тем временем 10.36 Но если грешники будут терпеть муки гиены муки за свои грехи будут испытывать мучения совести, то святые здесь на земле претерпевают невзгоды и лишения, имея покой в душе и великое упование. Особенно великое терпение необходимо будет иметь святым в тяжелое время антихристовых гонений. Указан здесь и путь, каким святые достигают спасения. первое соблюдение заповедей и второе вера в Иисуса вера и дела от путь на небо одно без другого не спасительно. вера и дела мне нравится Иакова 2.18 вот просчитайте этот стих у кого в Библии Иакова 2.18 с задеяниями сразу послушайте оно настолько противоречит сказанному вере что Мартин Лютер послали Иакова общей выбросов 2.18 Но скажет кто-нибудь ты имеешь веру а я имею дела покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу тебе веру мою и дел моих не прятать я покажу и воинное решение никогда не может укрыться почему Павел говорит я более подсудился в нуждок более гоним был а Христа назвали как этот обманщик то есть лжец еще живем говорил воскресно в третий день поэтому покрепший камень запечатать и стражников нанять а впереди обман на обман пройдет заплатили деньги да неплохие может быть годовой оплату получили рядовые вот мы когда уснули а ученики пришли и украли но если уснули какие ученики ты вообще не знаешь что это что в оброзе ну врать-то надо тоже уметь потому что врать лжец должен иметь хорошую память он должен помнить как было и как сказал и на этом как сказал не провалиться а который сейчас говорит он так и говорит да мы встречались да было дело такое я первым там виноватым я его ударил но расскажет как есть а нет это промолчить мы когда спали ученики пришли откуда же вы знаете что это ученики когда вы спали они сами себя обвиняют и притом это не в одном месте писание мы считаем такое когда лжец говорит а второй раз спросите они бы еще что-то придумали скажут полисеи потребовали труп в свою гробницу чтобы не украли и среди ночи перед захоронением было и пронеслось это слово в мире пронеслось что он не воскрес а мусульмане пришли два миллиарда тысячи сегодня уже четыреста лет они говорят он уже умирал а распятый был другой брат его родной или кто-то еще то есть сатана бьет в одну точку главное это воскресение Христа и говорит об этом Павел если Христос не воскрес то вера наша тщетна раз не воскрес значит он грешен был и мы живы его воскресением что это мы можем это уступить а это никогда нигде это открыто духом святым вот интересно советская власть была машины скорой помощи автоаптечки везде был крест крестик красный крест ну последние годы масонных бунтовали убрать а какой знак поставили а на евро никакого здания стоит и все у них Вашингтон здесь был Ленин нарисован деньги-то были давно лет а здание уже не привяжешься и вот мы собираемся так это все будет прекращено и где-то уже рядом-рядом во всем мире будут запрещены все религии только одна будет а его возвысят как Бога и будет дела делать призрач и сядет в Русалиме в храме и вызывает себя за Бога есть такой фильм называется Антих посмотрите читай 13 глава стих и услышал я голос с неба говорящий мне напиши отныне блаженны мертвые умирающие Господи вот это новое дело на хрисе мне написать табличку я взял табличку отменен блаженны умирающие Господи запомни что я прошу так Сережа возьми на контроль вот это место у меня на кресте что было табличка такая с надписью отменен блаженны умирающие Господи я уже сказал заламинировать многократный слой какой-то элемент что мне на грусть положить а вы говорили уже написать Слово Божие живо и действенно да еще одно да конечно а это вот люди которые отныне смерти не надо блаженство я иду не на смерть а иду Господь а если тебя никто не болит не поглощит вот собирайтесь своей рамой то другое там ничего нету не устоит покажи веру твою без дел моих а я покажу тебе веру из дел моих я их покажу тебе конкретно вот он сидит вот он сидит вот он сидит вот конкретно а почему Дух Святой так а сколько этих людей которых вы никогда не видели я их не видел они только мне пишут и мусульмане и мой духовный отец то другое обратились к Богу разные даже я не скажу что много но мусульман тоже есть Господь приводит почему Дух Божий а сегодня я не знаю кто это помнит у кого ребенок приехали с горшком на спине у плотников или у вас не у вас это значит у плотников они когда приехали а старший а старшего никто там у них ребенка в сумочке сзади горшок ночной а потом человек живет верили с ним это нет один горшок а теперь смотри сколько развернись руками всех порадовал ты брат сегодня я всем сказал со всеми мир и радость но поверь тебе должны быть гонения где-то кому-то тебя предписать и хлистать тебя за это поверь обязательно иначе плохо будет блаженно изданные за правду ради гнали пророков всех когда Степана побивали он говорит кого из пророков не гнали отцы ваши кого не надо на это лезть но оно будет где-то ты скажешь дело-то не в комбайнах не в складе а как Бог благословит какой тебе Бог а ты скажешь тот который дал мне жизнь моему отцу который сотворил небо землю луну и звезд и дождь и землю и воздух несколько слов скажет фанатик вот этого привезли ты которых по днях то привозили веры нет а еще нет пустое а это вера поверь я не думаю что у тебя такая вера большая была что ты начинаешь думал вот такие комбайны такой склад жены жены-то нет где-то здесь я могу сказать что она однажды мне задала вопрос он у меня в книгах доброжен что нужно сделать чтобы дети оставались беремен скажи скажи жена был вопрос такой вон она только головой кивает вот все это молитва она как только сказала она сами молитву усилили молитву и вот Бог дает так и дает она тут же Бог все в нем а я серьезно так отнесся к этому вопросу вот здесь в поле как мы выходим ну возле заворачиваем возле Люба и там в конце кто-то молитву захватил вот сколько раз где-нибудь идем туда и обратно и на этом на конце где-то петушок останавливаемся и молимся брата Игоря помоги Господи он старичный урожай дай а Андрею там с того коровы а Евгения дал обратить Богу такой добрый нам помогал вот мы с в война вечером не столько раз останавливаемся все шапки снимаются все молятся твое поле стало молительным полем это в районе может нигде нет такого я даже на велосипеде разогнался уже проехал шапку снял на ходу перекрестился а что это твоя доброта коснулась коснулась и кто пошел я надеюсь забыл останавливаются все друг друга ждут куда идешь молиться надо ага молиться мы в храме я около храма никогда не кричусь около Игоря его поле в ней несколько раз это не было без воли Божией а этот пошел снимать снимает ему нужен фон допустим минут 5 наверное снимал я делаю посмотри на его на этом фоне я приехал там такие вот листики а сейчас смотри как вы колышите вот как радостно нам жить когда вот так а я недавно встретил нападки на меня тебя тоже захватывают маленькие не поверь а за поддержку но принявший пророка во имя пророка получит награду пророка так что все это при нас пошли 13 стих и услышал я голос с неба говорящий мне напиши отныне блаженный мертвый умирающий Господь ей говорит дух они успокоятся от трудов своих и дела идут след за ними толкованием после того как я видел эти трех ангелов вестников он услышал голос неба повелевающий ему записать то что услышит этим подчеркивается особая важность того что будет сказано и Иоанн записал услышанное а мы поныне утешаемся этой радостной истиной отныне блаженный мертвый перед своими крестными страданиями Господь сказал ныне князь мира сего изгнан будет вон Иоанна 12 31 он сам сошел в ад и пленил плен а разбойнику на кресте сказал ныне же будешь со мной в раю крест победил ад и смерть поглощена смерть победа хрис 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 и доброго ответа на страшном суде Христовым просим. Блажен, кто умирая, всем простил, и, примирившись с Богом и людьми, отошел вечности. Для таковых смерть не мрак, не катастрофа, а утро не вечернего дня, заря глядящего, не меркнущего света. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. От трудов своих. На днях я зашел. А там у меня гроб стоит. Я в гроб встал с тайна, Виталий меня заснял, я оттуда проповедую гробу. А тут я подумал, гроб совершенно красивый и хороший, и кто-то, может быть, раньше меня будет, никому не отдавать, не наказывать, другой по себе делает. Он как раз, я зашел там, на головой, сколько красота какая, рядом крестик какой. Вот если посмотрят, как бы с ума сошли. Святые всегда так делают. Потом они делали так, большое гребно, и дальше выдавливались, она называла домомил. Я думаю, вы знаете. Вот брат мне уважил. Я пошел сразу на кладбище, рядом легком могиле с матери, шесть флажков поставил в длинные могилы. Батюшка запротестовал. Я раньше был. Тогда решили так, кто раньше умрет, тому это место. А коломан на сбоку. Помни день смерти, вся, говорит, во веки не согрешишь. Помни последний день это. Вот люди делали революцию. Ни одного нигде нету. Ни одного нигде нету. Года, ну, года, так, может быть, пять-десять лет назад показали участники Первой мировой войны в Англии, в коляске. Они там сто с чем-то лет, два, ну, они там еще не знают, два группа гоняют. А это Господь показывает. И мы, когда уходим, мы надеемся на встречу. И встреча, это должна быть желанная. Трудно об этом говорить. А и радостно. Если до конца будешь верен. А где-то не так. А милый Божий. И вот здесь кто-то может быть другой. Пугают нас будут люди, враждебные вам. Они тут захватят все. А я об этом думаю. Кого там хватать-то? Лежит, потому что он... Поглядь, я успокаиваю. Пошли. Нагустует церковь в своих чад вечность молитвами. Упокой, Господи, души усопших врагов Твоих. И многими другими молитвами об их упокоении. Здесь, на земле, терпение и труд святых. Там покой. Земная жизнь христианина это не представление труды на ниве Божьей. Это непрестанное несение креста. Царство небесной силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Матфея 11, 11. А апостол пишет Песелонегийцам. Вы обратились к Богу обидовав, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его. Первая глава. Труд и терпение ожидания. Вот участь святых здесь, на земле. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих. Евреев 4 глава. Какая великая разница. Имевшие покой на земле в вечных мучениях не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Ревностно трудившиеся Богу и хранившие терпение на земле упокоятся в вечных обителях небесного Отца. И дела идут вслед за ними. Потившие Господи не пустыми идут в вечность. За ними, как доброе наследство, идут в вечность их добрые дела. Почему Господь и учил приобретать к себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обещаете, приняли вас в вечные обители. Лука 16.9 Добрые дела, как светлая одежда, облекут праведника вечности. Но с чем предстанешь ты, ленивая душа, там не твоя добрых дел любви и Духи Святого? Не боишься ли обнажения своей срамоты? Ибо ни во что будет тебе обречься. Невышно. Не забываешь ли, что все мы будем судимы по делам, как о том учить Писание? Не забываешь ли, что по смерти нет ни покаяния, ни добрых дел? На что надеешься, душа неродивая? Спеши творить добро. Вот смотрите, некоторые моменты приходят. Раньше как-то не думал, раза два сказал и перестал говорить. Бог требует отдать его ему десятилетиями. Раньше было, это у людей понятие, взломные дети, хотя бы один, чтобы был в монастыре. Ну, больше не знали. Он завез, рот нажмусь в молитвах. Ну, и был человек, расположенный к этому имени, она или он. И отдавали монастырь. Правда, молодые совсем. Надо, чтобы в господь пришел человек. Я встал дальше, думаю, десятилетиями. Вот я говорил, как великий пост, десятилетиями. Вообще, точно сюда сейчас. Хотя он за того и говорит. Ну, напиши, на бумажке где-то, 365 дней. Где-то. В году. Великий пост, да. Дальше я напишу, великий пост. Сколько? Ну, десятина, сколько, а 365 дней? Десятина. Ты забыл. 36,5. Пост, великий пост. 7 недель, 7. В неделе, 7 дней, 2 дня, поста нету, растительная масса. Форма смысл. Значит, 5. 5,7, 35. Одна суббота только, постный, лезвый, перед пастой, 36. Свеча на ультра, половина. 36,5. Десятина, с точностью, я уже того, это Бог для себя взял. И это меня подвело дальше думать. Если такая-то десятина, вещь это о деньгах, об урожае, десятина тебе не принадлежит, ее Богу приложил, чтобы ты своей рукой отдал. Никак. Иначе вы меня обкрадываете, Бог говорит. И я стою на службе. А что такое Богу служба? Богу эти 2 часа или 3 часа, сколько она продолжается? А почему не десятина? Почему Господь не сказал, идите по всему миру и считайте литургией? Идите по всему миру и причащайте счастье и исповедуйте. Нет. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Творение всякое. Кто будет веровать, от чего от услышал и креститься, спасен будет. Это Марка 16,15. Кто не будет веровать, не написано, не будет крестить, я вас не верю там крестить и некому. Будет от услышит. И вот служба у нас 3 часа, 2 часа допустим, в субботу вечером 2 часа. 2 это 120. Десятина сколько будет? 120 минут. Десятина 12. Ну, надо бросить. Вот на богослужение должно быть 12 минут. А все остановлено, проходите. Я теперь это легко могу доказать. Делали апостолы. Они ни где не добили на богослужение. Вообще нет. Для святых отцов этого нет. Идите по всему миру и проповедуйте, как будто бы они молились. Молились. Но Десятина, видимо, шла. Евангелие читают же? А? Евангелие читают же на службе. Вот это и есть богоместное. Они понимают на славянском языке. 4 печати. Спиной к нам можно раз. Да. Стерпорно-славянский два. Далеко еще в алтаре три. И четвертый нараспеп. Гу-гу-гу-гу-гу-гу. Это Якуб Колон говорит. Дед, а раньше какие богатые приходы, они искали везде протодьяхона такого, чтобы Голос был, когда он начинает говорить, когда она к нему куплена, как паниходило, звенели. И что? И он, говорит, начинал медленно Якуб Как будто шмель весной в дупле. А в конце поднимал до такой высоты, что казалось, говорит, или пуп оторвется, или сделает то, чего в храме делать нельзя. Это Якуб голос на ростеле. Ну, понимаешь, как можно сказать. Пошли дальше. 14 стих. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. Так явился Яну, господин Жафр, подобный Сыну Человеческому, Иисус Христос, Мессия. Как Сын Человеческий являлся Христос, тайнозрителю в самом первом видении апокалипсиса, особенно же это видение перекликается с видением пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана была власть, слабое Царство, чтобы все народы, времена и языки служили Ему. Владычество Ему, Владычество Вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится. Седьмая глава. Так, это с нами седьмая глава. Мы проходим сейчас 14 глава «Чтение откровения с толкованием всех своих отцов». Это собрался Геннадий Фастер. В предисловии там все говорится. Он у меня был в доме нащеванках, а там, где разные сэкономгородка были, а я выхожу на сутки дежурить, и каждому давал задания. А вот он все знает, я ему говорю, знаешь, что есть откровение. В начале откровения он об этом говорит, по благословению, по настоянию. И у меня несколько книжечек было «Столковательство своих отцов». Он углубил это. И он разыскал практически всех, кто касался этой темы. И Крема Сиенов, папи. Его никто и не знает, даже где-то. Но другое дело отобьет Кирилла Русалинского. И отец Геннадий все это обработал и взял. Я знаком со многими толкованиями. Близко даже нету. Я в душе для себя имею. Это самое пространное, самое точное, самое близкое к нашим дням, которое его составил. И что, в патриархии много грамотных людей. И книги, которые они печатают, как у Дихона Шелфунова, митрополита, они счастливо рассматривают. И они отдельно печатают вот это вот откровение и отдельно продаются. То есть там проверяли самые-самые знатоки. Так что когда скажут, а там Олег Стеняев говорил, хорошо, где Стеняев говорит, но далеко с отцом Геннадием вот с этим откровением по его, это не его толкование, он взял их. А вот это теперь, которые были раньше еретики, он их убрал. Их нету таких богомилых нигде. Он взял современные секты, а он знает сам изгнанит это. И все это было к Богу. Поэтому у нашего, которое здесь 434 страницы ушло на толкование. Ну и у нас тем более вот у вас там иллюстрации есть как по откровению места вы дали иллюстрации называют Грабибли. Так что это вот можете записывать себе и с кем беседовать и брать. Тем более он называет автор и указывает глава стих, а у него все это написано, мы все это сокращали. Мы имеем в руках самое единственное за мировую историю полное толкование Нового Завета со святыми отцами. До этого издавание Блаженного Фефиларха только заканчивалось посланием к евреям, дальше не было него. Дальше не шло. У меня есть Новозеландская, это Австралия почти рядом, это дореволюционная я с этого начинал. Это я все взял и к современным сектантам где уже отнес. И здесь же не считаю только последние книги 319 комментариев, которые дают на основании святых отцов. Расширяя, что сказал об этом Североперим, до этого он не мог знать, Блаженно Фефиларху, 900 лет назад жил. Так что обращайтесь по толкованию, когда вас спрашивают, сюда идите. Это самый точный ответ. Пошли. И у Даниила и у Иоанна мы видим Христа подобного Сыну Человеческому, придущему на облаках судить мир. Слово подобное здесь означает не просто сходство, а действительное дождество. Он действительный Сын Человеческий, не мнимо, а действительно Тот воплотившийся от неба. И вот светлое облако и на облаке. Некогда в день Вознесения на Илеонской горе ученики видели Господа, возносявшегося на небо на облаке. Тогда два мужа ангела сказали им, Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящий на небо. Деяние 1.11. На облаках небесных вернется Господь судить вселенную. Толкование посмотрит черное пустил жирное называется. Нигде нет такого. Это мне Господь позволил выделить. Но сами места указать это отец геннолитов. Почему? Он из такой среды геннолитов. Из протестантов. Он в Библии знает, вряд ли какой священник, православие так знает. И вот сколько ссылок, только на одном этом стихе посчитай, сколько здесь в черном выделено где-то. Это Господь так позволил. Даже не думали, что удастся это напечатать. И вот сейчас мы готовим первую у меня Кондратюк Ирина проверку делает. Вторую там Ксения Юра Юра покажется она, да. А третью я делал но у меня расширилось, я сокращал свои комментарии. И поэтому Вячеслав попросил переделать. И Ирину попросил, она начала уже это третий том. В третьем томе. Переиздать у нас заканчивается, нету. Всего пять тысяч экземпляров. Пять тысяч. И стоит это уже сегодня 25 миллионов. Мы такие деньги в глаза не видали. А нету, опоздали. Почти три раза поднялась цена сразу. Из-за бумаги. Я стал спрашивать почему. А знаете, бумажный комбинат около Байкала. Как боролся Валентин Распутин, писатель. Закрыли. Китайцы вывезли. Сегодня показывают. Я цифры не могу проверять. Женщина рассказывает одна. Голые сопки. Это 25 миллионов кубометров кажется. Кубометров! И теперь они ставят цену любую. А из древесины то, что мы сейчас получаем. А тут вот эта бумага называется как-то она называется такая. Вот это не ломаная бумага. Какая-то такая не газетная. По скайпу или как-то такое. И вот мы сейчас каждый день молимся. Такая молитва. Господи, помоги нам раздать трехтомник. Я думаю, Бога такие просьбы не было никогда. И что? Помаленечко собирается где-то может. Мы просим, чтобы Господь помог издать. Тем более издают на эту сумму сейчас если помог, он имеет право претендовать на это. Вот когда все изданут, десятина принадлежит мне десятая часть. Как издателю и все проще. Трехтомник. Но пока помаленько движется, сообщили там, кажется, на два собрали. вообразить нельзя. Это полностью вся твоя техника со складами. Да? И надеетесь, ну как сказать, охота издать. Уже еще раз проверили. и там буква Е Ё будет стоять. Санженисту уже больной, просили разрешение переиздать все, что он издал. Он сказал одно слово, где нужно Ё, там поставить Ё. И сейчас все издается так. Чего ради буквы попало в такую опалу? Ёжик написано Ежик. Ну какой Ежик? Возле НЕ. НЕ, иностранцу вообще непонятно где ЕЁ ставят. Он не знает. Я думаю это сделано для того, чтобы иностранца выловить. Ты это по слуху берешь. ЕЁ, МОЁ, АТО МОЕ. И у Санженистов сейчас новое издание вышло Архипелага ГУЛАД. Там везде ЕЁ. И у нас сейчас везде будет ЕЁ стоять. Мало того, кое-что там дополнительные кавычки. И они постоянно скидывают материал, который проверяет корректор называется. Как? Я говорю и так и так хорошо. Бывает двойная грамматика. Грамотные люди и Бог дает желание трудиться. Первый том уже отработали. Второй том это Юра скоро закончил. Вы тоже на молитву возьмите. Говорят на абордаж. Потому что до этого которое было у нас издано 75% всех книг мы раздали бесплатно для тех и мерок. 75% А теперь кое-где что остатки тут еще помаленьку торгуются. И деньги сразу входят туда. Какой найдется человек который понимает важность этого переиздания пошли. Тогда восплачут все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силу и славу великой Матвея 24.30 Север идет с облаками в облаках будет и встреча Христа с церковью восхищены будут на облаках встретить Господу на воздухе первое послание к Песелоники 4.17 И у Даниила вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий Это все что указано ни в одном толковании не было Блаженопителок там что-то было указано а откровений нету 4.4 век Андрей Кисавельский какие главы стихи еще даже французцы никогда не сделали А здесь все это все отец Геннадий пас сделал А так знать писание Капон и среди даже близко нет и все это понимали Он перерожденный Вот сейчас у нас знакомый тут приезжал священник принимал И какие вопросы я даже не ожидал Примерно 10 священников настоятеля не было настоятель характеристику дал и характеристику дал и характеристики меня два раза назвал Он дружит с Игнатием и он то другое Я думал это будет ему тормоз не отговорили даже не помянули и тут же благочинные и все Ты в военных точках он был в Сирии Кого убивал Нет Я работал как раз там по кадрам Может не без оружия Дальше А жена Когда ты взглянулся Была ли жена Знал ли женщин И дед Жену взял Девси Я не сказал даже такого Это вообще И последний вопрос в писемном виде Покажите Почему вы хотите стать священником Я не встречал это первый раз Но А вот это Кто вас благословил Метаполит Который есть Я с ним встречаюсь Беседую Это сильно повлияло Но Теперь скажите А Как Иерусалим Пал Он говорит 24-го Матфея Так говорит Дополнение вот такого В таком-то году Без пися Вначале А все Либо Тит Так Ладно Следующий вопрос Ну Как я уже знал эти вопросы Хорошо подготовился Ну И все Благодаря Чем Закончилось Принят Как занятие Только Научное Не На Заучное А Которым 21 год Где не работает Те Только Что Вы Обязательно Научным Будем Так Как вы Знаете Молитесь Просите Вещества Он Указал Что Я Крещение Принимал У Отца Экима Потеряйте Такое Это Время Никакого Вопроса Нету Это Бог Так Сделал Ну Потому Что Весь Интернет Молились За Него Вот На Этой Неделе 20 Город Ну На 20 Экзамен Был И Что Интересно Дальше Он Едет И Думает Только Что Прошлым Году Закончил Университет Представьте Все Данные Сейчас Университета На Это Глядят Первые Два Экзамена Один История И Русский Он Садился В Купе Четыре Человека Разговорили Столь Две Учительницы Русский Дверь Преподают И Две История Это Нарочно Нельзя Сделать Даже Подгадывают Мы Все И Потом Мы Человек Подсюда Дим Ну Дорогой Такую Практику Говорит Взял Представь Себе Какие У него Экзамены И Какие Учителя И Два Это Не Бывает Смешально Так А именно Ему Это Нужен Экзамен Я Во всем Смотрю Промоса Божия Пошли Светлое Облако Знак Небесной Чистоты Света Величия И Славы Предыдущего Господа Под этими Облаками Могут Разуметься И Светлые Ангельские Силы Как сказано Все Идет Господь Сотмами Святых Ангелов Своих 1.14 Или Как Воспет Господь У Давида Псалом 17 Наклонил Он небеса И сошел И мрак Под ногами Его И восел На херуимов И полетел И подносит На крыльях Ветра И мрак Сделал Покровом Своим Сенью Вокруг Себя Мрак Вот Облако Воздушное От Блестания При Ним Бежали Облака Его Возгремел На небесах Господь Помимо Ангельских сил Можно разуметь И облако Свидетелей Которое Также Будет Окружать Господа В Его Пришествие Но Никто Нам Не мешает Также Веровать Тому Что Как Буквально Облако Скрыло Отчей Учеников Возносящегося Господа Так и Буквально На облаках Явится Господь Ведущий Как Привычно Нам Поднимать Глаза И созерцать Облаках Этих Причудливых Небесных Странников Но Думаем Ли О том Что Когда То Вот так же Привычно Поднимем Глаза Увидим Все Те же Облака И Вдруг Явится На них Тот Кто Некогда В них Скрылся От Очей Ведущих Возможно Это Увидят Наши Потомки А Может Быть Мы Бодрствуйте На голове Его Золотой Венец Знак Царского Достоинства Над Всем Видимым И Невидимым И Снова Глядущего Со Славой Судить Живых И Мертвых Его же Царство Не Будет Конца Никея Цареградских Символ Веры И В руке Его Острый Сев Некогда Вышел Сей Это О первом Пришествии Христа Теперь Суть Жатва Жатва Искончина Века Матвея 13 Вот Последний Отзад И сверху Прочитаю Прочитаю Четко Ясно Предлагаемая Книга Из тех Времен Написала Молодой Диакон По благословению Своего Духовного Наставника Игнатия Лашкина Обратившего Его В православие Наставлявшего Его Святоотеческом Разумении Писания Вот Что Интересно Он Пишет Там Толкование Собрал Там Еще Какой-то Эксисиаст Очень Сильный Книга И он Нигде Не забывает Сказать Что Он Обратился А Как А Есть Такие Которые Потеряют Даже А я И у него Вот у меня Знания Подавил полный комплект Она прошла Соседи Видели Нас Себе За стол На Каблине Мы за столом Тут и уснули Какой дом Где Я так и не мог найти По сегодняшней Дели Вот Чувство Благодарности Развивайте В себе Где Кто Когда Помогал Я стараюсь Найти Вот Это Дядю Борю Генерала Который Помог нам Пьянков Генерал Полковник Пьянков Борис Евгеньевич Вот его Астах Искал Искал И наконец Нашел Там Министерство Вооруженных сил Он уже На пенсии И я ему Книги подарил В прошлом году Отослали Он сам Прямо Отвез У тебя Внутри Будет Такая Радость С кем Кто Когда Кто Тебе Помог Встать Вот Как мы Трудность Генерала Долго Искали Потому что У него Что-то Там Инсульт Был И дочь Не хотела Чтобы Его Видели Поэтому Передали Через Дочь И вот Мы Где Проехали На Украине То Когда Помогал Всех Нашли И Всех Отблагодарили А Полный комплект Аж 45 тысяч Стоит У меня Больше Решего Нет Но Я Считаю Существительно Богат Книгами Вот Это Чувство Благодарности Апостол Павел Подчеркивает Люди Будут Нагны Напыщены Неблагодарны И Оброни Бог Это Где-то Когда-то Может В школе Кто-то Тебя Натолкнул Кто-то Тебя Кофиши Подвел Шевели Мозгами Пока Есть Возможность И При Отблагодарили И Не нашел В молитвах Плющения На руках Молитвы Неси И Человек Этот Может К Богу Обратиться Сколько Века У нас Еще Две минуты Еще Через две минуты Вопросы Ответы И Мы Езжаем Сегодня Опять На каренну Некогда Господь Говорил Ученикам Молите Господина Жат Чтобы Выслал Делок Или Нажат Свою Теперь И последнее А у него там есть Откровение Последние картины Как раз есть Издательство Которое издавало А они Замонтовали Как так Вы печатали А вы у нас берете А я вам Согинадий Сказал Я говорю Я везде Даю комментарии А тут Боже На комментарии Комментарии Не дают Я понял Он Прав А там Я Первые Две книги Я даю Комментарии На Толкование Не на Комментарии Блажина Фефилакта 319 Комментарии Они В пятом Томе Отдельно Там Вообще Едей Считает Говорит Только Комментарии Ищем А один Ефископ Говорит А где Комментарии Я перескатил Дожди Считал Один Просит Дай Дождик Хлеб Или что Нет Дождя А другой Мы поехали На дачу На море Отдохнуть Чтобы Хорошей погоды Бог Не угодит Одинаков И вот Здесь Когда Господь Коснулся Его Он Три года Писал Три года И весь Тописание А вот Отец Геннадий Выделил Тушью Писал Писал Очень красивый Мелкий Такой И этот Единный Эземпляр Прислал Нам И вот У нас Веща Наступила Что Делать Помню Михаил Афанасьев Гуряков Был Еще Кто-то Если Спрятать Остается Один Эземпляр На улице Выше Машина Стоит Все Лена Следили Восемь Три Двадцать Четыре Часа Стоп Толковать Толкование Давайте Еще раз Проверим Вышли Но так Как мы Вышли А вторую Машину Мы не видели Одна Стоит Напротив А они Там В кустах Еще За мной Следили Очень Хорошо И Железная Дорога Рядом И там Свет Падает От прожих И там Вверх Кто-то Открыл И она Сразу Блеснула Мы Поняли Вышел Человек Ну И мы Дорогу Перебежали Бегом И Вкусики Семь Они Сразу Попадали В окрестности Все Напала У меня Дрожь Какая Я В кустах Сижу И Меня Вот так Скресет Буквально И вот Идет Там У меня Вся Ребята Здоровые Такие Крепкие Шурики Под окнами Это КГБ Ленина Тридцать В Барнауле Он Вот так Идет И на меня Смотрят А я Сижу Он Еще Не Сказал Я На Корсичке Как Присел Так И Вернулись Все Открыто Но Они Же Не Знают Что У нас На руках Давай И Мы За Три Дня Полностью Нам Не Просто Так Насчитать Надо Насчитать С выражением На Два Голоса Один Считает Которое Сущее А Другой Толкование И Мы За Три Дня Поправились Это Только Уже В готовом Виде А Зарядить Убрать До Пленки Там Поставить Это И Десять То есть По Десять Часов Минимум День Три Дня Один Экземпляр Сделали А Теперь С этого Оригинала Теперь Мы Вставляем А Теперь Начали За Три Дня Мы И Может Сотню Толкали И Сразу По Сем К Края Ушло Уже Начали Аристовывать Там Где Красноярске А Уже Все Вышло А эти Когда Узнали Фамилия Его Да Мы Тут С отцом Геннадием Сотрудничаем А Я Напечатал Потом По Журнале А Вы Первые Я Говорю Не Вы Первые Это Мы Первые Он В моем Доме Начал Я Дал Книгу С которой Он Начал Он Сам Пишет А Вас Он Должен Напоминает Но Договорились Дальше Там То есть Мирно Разошлись Вот Даже Издание Было Какое И с Какими-то Нюансами Ну а Дальше Уже Пошло Он Отдельно Издает Книгу На Рассмотрение Как Назовывают Там Паредакторский Отдел Патриархии Все Одобрили Напечатали И По Сегодняшний День Даже Близкое Нет Толкования Он Исключительно Талантливый Он Знает Писания А А Православный Он Один Два Места Зал Дальше Нет Ну Мы Знаем С Малых Лет Так Шести Лет И Все И Все Поблагодарим Бога Господи 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 Зал И И Матер Бога Наш Он Честнич Ерубин И Славнейш Без Сомнений Серафин Без Испрения Бога Слово Росшую Сущую Могороди Суть Обещает Мария Игоревна Вслух Помолите Громко Поблагодарите Бога Господи Благодарим Тебя За эти Занятия За то Что Ты Даешь Господь Собираться Вместе Продвие Жизнь Наставников Наших Даруй Мир Семьи Нашим Слава Тебя За Все Помощи А другие Бактисты Отделенные Они не регистрируются По сегодняшний день И в советское время Харистовывали А сейчас Не трогают Насколько Хоть где проповедение Написано Уличный Проповедник Вот когда началась Вот это вот И идет Он надел на себя Мешок Драги И идет И по улице И кричит И кричит Время Последнее Пробудитесь Люди Христос При сберях По немецки В Германии И русские Переняли Тут один Алексей Точно так же В Америке Один Сергей Встает Уличный Проповедник Полиция Подошла Кому И говорит Маленько Потише Тут мешать Никому Не мешай Вы полиции Что с людьми Делаете Пока Христос Зовет Другие Подошли А вы Жигайте Баба С бабой Развратники Убрете Водой Горять Будете Писание Говорит Его не могут Еще один Подошел Как дал А его Кто снимает Там еще Сразу Раз 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 И все А он На другой Тумбе Опять Проповедует Уличный Проповедник Вот Бог Как дает А у нас Где Когда Я когда Сказал Люди Уявили Ну вы знаете Что Десятина Установлена Ну да Ну десятая Часть Ну да Прибытка На полях Все А кому Она принадлежит Десятина Богу А обратите К богослужению Не получится Десятая Часть Богослужения Богослужения А ели Десятая Для людей Проповедь А у нас Для людей Это Стотая Часть Может быть А то И совсем Нет Ну Первые Так Христиане Не такие Были Христос Как первым Делал Проповедь Потом Барашком Забусили Вино Выпили А после этого Первое Пресчастье Первая Ритургия Ну у нас Не так Она У нас На кухне Она была Готовилась Неделя Ну и Суд товар А теперь И те Она Попробовала И вспомнила Я сегодня Пресчищаюсь Она в слезы Понимаете Надо на все Смотреть С этими глазами Священного писания Вчера Вчера только Выходил Один Его Михаил Махов С него Сан сняли И он Видел Что мы Здесь Меседуем С Владимиром Головиным И что Я говорю Он уже Второй ролик Ставит И включая Как я там Говорю Об украинцах Он согласен Что они Такие Наглые Всякую Заразу Несут А другое Нет Было 60 Евангелий Больше 20 Не было Осталось 4 И во всех Тоже Недостатки Есть Да Какой же Такой Был Как Игнать Он говорит Только Библию Да Я Уважаю Первый Раз Я Встретил Навеличивает Меня Но Нельзя Так Верен Библию Я О Христа Разделил Так Мы Из Библии Узнали О Христе Как Я могу Сказать Вот Человек Едет Подобью Он Не Дорогу Любит А Права Что Угодно Можно Справнить Он Говорит И дальше Слушать Меня И главное Название Его На второго Этажа Рукой Машет Это Усагьба Приют Ангелов С маленькой Буквы То есть Приют Демонов Он Даже Не Понимает Этого И Все Время Что-то Жует Он Сидит Говорит И Никак Вот К этому Расположен А К этому Нет А То Что Я Библию Говорю Да Это Конечно Верить Так Нельзя Там Много Много Недостатков Господь Говорит Считая 1.12 И Говорит Я Бодрствую Над Словом Моим И Другие Места Бодрствую Небо И Земля Исчезнут Но Ни Одна И Кратко Ни Одна Щерточка Исчезнет Он Это Людям И говорит А Людям О Михаил Так Как Вы Сказали Хорошо И Один Не И Справится Ты Его Привяжи К Славам Божьим Один Раз Прочитаю 12.48 Я Не Сужу Господь Говорит Слово Которое Я Говорил Оно Будет Судить Вас Последний День Так Кого Я Должен Боя Что Христо От Сто Есть Слово Которое А Вера Во Христо Откуда Идет 10 17 Римлянам Вера От Слышания От Слышания От Басни Михаила Бахова Он У нас Нашел Что Неправильно Как Нет Но Его Докаж В Слове Мои Пропови Включают Слушать Видите Как Библию Называют Зачем Это Отойди Человек Приговорил Может Быть Он Давно Духа Святого Похудел И Ты Из Всего Извлекай Пользу Себя Присчитав Он Так Я Устояни Устояни А Почему Бог Не Не Будет И Ты Говори Бог Дал И Бог Взял Да Будет Имя Господне Благословенное Сейчас Много Бьется Как правильно Произносятся И Йогова И Яхва Как Библия Переведена Так И Говорить Яхва Заменили Аданай По Грешески А Это Слово Встречается В Библии Семь Тысяч Раз С Лишним Ну Тема Это Нужная Но Не Не В Имени Дел Написано Слово Твое Превыше Вся Клоэгине Даже Все Имена А Около Пятьсот Имен Библии Говорит Библия Бог Я Брата Называет Себя Пастырь Добрый Истинно Виноградная Лоза Куда Не Пойди Он Везде Мы Считаем И После Этого Чтения У нас Должно Быть Обновление В Уме Или Вспомнил Первый раз Услышал Так Считай Дальше Третья Четвертая Стихи Что интересно Могут Рассказать В Стерпе Пропроводили Откровения Не Считается Вот Такое Чтение Сегодня Евангелие Послание Выходит Там Брат Игорь Откровения Никогда Не Считается А Почему Когда Богослужение Уже Было Откровено Откровения Еще Не Было Принятие Некоторые Это Уже На Ладихийском Соборе Приняли А 85 Правило Апостольское Уже Пересчисляет Все Книги Ветхов Нового Завета И Никогда Несчисляет Но Нигде Не Пересчисляет Третью Книгу Едры Как будто Ее Не Существует А Как Мы Дожием Церковь Приняла Позже И мы Дожием Принять А Как Вы Смотрите Книга Еноха А Где Новый Филопов А Вы Говорите Что Они Церковь Как Заблуждение А Покрив Мы Относимся К Вселенской Церкви Вселенская Церковь Кафолическая Это То Что Католическая И Ты За Это Должен Бога Благодарить Если Ты Понимаешь Какого Тебя Сокровища Вот Пошли И Поют Песню Моисея Рова Божия И Песня Агнца Говорят Великие Чудные Дела Твои Господи Божий Содержитель Правильные Истинные Пути Твои Царь Святых Кто Не боится Тебя Господи И не прославит Имени Твоего Ибо Ты Един Свят Все Народы Придут И поклонятся Пред Тобой Ибо Открылись Суды Твои Толкование Песнь Воспетая Стоящими На стекляном Море Поименованно Как Песнь Моисея Раба Божия Ибо Содержит В себе Воспоминания Тех Казнен Которые Были Посланы Богом На Египет От руки Моисея Из-за Которые Моисеи И евреи Прославили Бога Своей Доржественной Песней После чудесного Перехода Через Красное Море Книга Исход 15 И Песнь Агнца Ибо Прославляется Дело Человеческого Спасения Совершенное Иисусом Христом Непорочным Агнцем Божиим Или же Под воспевающим Песнь Моисея Раба Божия Можно Разуметь Спасавшихся Под сень Моисеев Законно До предшествия Христа В мир Они Спасались Верой Вредущего Христа Как Говорил Пророк Аввакум Стоя На Божественной Страже На Башне Наблюдении Праведной Своей Верой Жив Будет Это Ветхозаветный Израиль Воспевший Песнь Моисея Воспевшая Песнь Агнца Это Спасавшаяся Под сень Христовой Благодати После совершения Индела Искупления Человечества Это Уже Новозаветный Израиль Таким образом Здесь Показана Совокупность Спасенных Ветхого И Нового Завета Поющих Песен Ходатаю Заветом Моисея И Христа Если же Здесь Разуметь Только Непосредственно Прошедших Через Великую Скорбь Во времена Антихриста То Они Поют Песни Моисея Как Прошедшие Подобно Древним Евреям Страшные Казни Язвы Посланные Бога В мир И избавившие Их От Египта Греха И несчастья Песня Агнца Они Поют Как Спасенные Крови Иисуса Христа Эту Песню Нельзя Сопоставить С песней 14.3 Которую Могли Петь Только Девственники И содержание Которое Было Недоступно Для Других Великие Чудные Дела Твои Господи Божий Содержитель Правильные Истинные Пути Твои Царь Святых Кто Не убоится Тебя Господи Не прославит Имени Твоего Ибо Ты Един Свят Все Народы Придут И поклонятся При Тобой Ибо Открылись Суды Твои Слова Эта Песня В отдельных Выражениях В общем Тонне Весьма Близкие Исходы 15.3 Глава И Псалм И Псалм 91.144 Это Словословие Бога Его Правильные Судные Грешники За Проявление Его Всемогущества Песнь Можно Разделить На Четыре Страфы Первая Страфа Великие Чудные Дела Твои Господи Божий Содержитель Посмотри На мир И Ты Увидишь Величие Божие Ибо Невидимое Его Вечная Сила Его Божество От Создания Мира Через Рассматриваемое Творение Видимое Кремлина 1.20 Величие Гор Величие Морей Величие Небес Величие Звезд Величие Всей Перроды Вселенной Величие Судеб Божьих Жизнь Отдельных Людей Целого Общества Вот Великие Дела Твои Господи Божий Содержитель И Чудные Ибо Когда Человек Все Это Созерцает И Проникается Всем Этим Кто Видит Что Все Это Не Просто Так А Все Это Дивное Чудо Вторая Страха Правильный Истинный Пути Твоих Царств Святых О Бездна Благадствия Премудрости И Ведения Божия Как Непостижим Судьба Его Неследим И Пути Его Кремлев 11.33 Сейчас Многие Не могут Вместить В себя То Что Правильный Истинный Пути Божия Они Считают Бога Неправым И Спорят С Ним Но Ты Кто Человек Что Споришь С Богом Восклицает Апостол Сегодня Намного Понятно Но Вечность Откроет Правильность Путей Божия Он Царь Святых Содел Святых Своими Царями Он Царствует Над Ними Ведя Путями Правильными Истинными И Спасительными Третья Страха Кто Не Боится Тебя Господи Не Прославит Им Твоего Ибо Ты Един Свят Кто Не Боится Тебя Царь Народу Ибо Тебе Единому Принадлежит Это Сегодня Много Храбрых Не Боящихся Бога Не Славящих Имя Его И Даже Гулящих Но Где Будут Эти Храблицы Тогда Когда Откроются Суды Божии Основанием Страха Перед Господом И Не Обходимость Прославления Его Является То Что Ты Един Свят Точнее Надо Перевести Ты Един Благочестив Понятие Благочестив Обычно Прилагается Не к Богу А к людям Если же Здесь Это сказано О Боге То ради Того Чтобы Сопоставить Истинного Бога С Бестными Языческими И Антихристом Нет Между Богами Как Ты Господи Псалом 85 8 Языческие Боги По Мифологии Не Были Благочестивы Но Брешны Не Будет Благочестив И Антихрист Который Выдаст Себя За Истинного Бога Только Господь Творец Неба И Земли Может Быть Назван Истинно Благочестивым Никто Не Благ Как Только Один Бог Матфея 19 17 И Четвертая Страха Все Народы Придут И поклонятся Пред Тобою Ибо Открылись Суды Твои Сегодня Многие Не желают Поклониться Перед Богом Но Откроются Суды Его И Зальются Семь Чаш Его Гнева И Тогда Поклонятся Семь Но Это Уже Не Будет Поклонение В Духе Истинно Каких Поклонников Себе Ищет Бог А Поклонение В Отчаянии И Зарайки Перед Откроющими С Судами Божьими Это Будет Поклонение Богу В силу Чрезвычайности И Явления Его Гнева О Душа Спеши Сегодня Сокрушенным Сердцем Поклониться Пред Своим Творцом Кто Может Пересказать Этот Акзас Это Волк Идет Ну Не бойтесь ошибиться Я говорю О чем Говорится О Боге Ну Я Саша Я Волкомойник Но Все Таки Что Там Было Знаешь Уже Нет Почему Люди Жалуются Сегодня На память На Кажется Волкомой Причина Какая Есть Это У 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 Рассказывать За За Ваш Жеребца Каталась Когда-то Так Понравилось Что Сейчас По Воскресеньям Катали Ее Воскресенье На А И Причина Разна Что Мы Надеемся Что Вот Это Хождение Что Я Стоял Как Зачтется А Жизнь Какая По Слово Божие Безет По Чувствовать Что Богу Это Не Угодно Только Дух Супер Дает Человека Не Убедишь А Почему Не Угодит Вопрос Нет У меня Пример Просто Вот Это Третья Срафа Кто Не Боится Тебя Господи И Не Прославит Имени Твоего Ибо Ты Един Свят Кто Не Убоится Тебя Царь Народу Ибо Тебе Един Принлежит Это И Риме Десятая Влася Мастер Толкование Сегодня Много Храбрых Не Боящихся Бога Вот Я Тоже С одним Мужчиной Разговаривал Будучи На Урале Он Тоже Он Мне Говорит Что Я Когда Умру Я Смело Шагну Там Суд Божий Будет За Все Отвечать Придется А Я Смело Шагну Вечность Страшно Впасть Божьей Божьей Страха Нет У Божьей Я Просчитал То Осипа Не Александр Александрович Был Преподаватель Санкт-Петербург А Ленинградская Академия В ней Муж Такой Был Видный А Женщина Когда Идет Она Тоже Думает Кто У нее Просто Посмотрит Какой Муж Ее взял И Она Все Время Хотела Чтобы Он Умер И Он Заболел Раком Проходит Неделя Вторая Видно Грызет Его И Наконец Он Сказал Назал Как Рай Или Как Говорит Ты Возьми Что-нибудь Просчитай Она Говорит А Что Из Евангелия Из Евангелия Ну Любая Женщина Тут Радовалась Она В другую Комнату Вышла И Заплакала Она Ждала Этого Момента Но Не Таким Придет Когда Он Движется Под Него Тищет Она Показала Какой Герой Какой Он Видно Из Себя Вот Наше Понятие Какое А Эта Гнилушка Это Червя Она Могила Сожрет Любого Если Для Бога Живешь Ты должен Соглашаться Да Это Мой Привес Мой Я Никому Не Отдал А Крыль Снести Достойно Это Не Отступать Слово Фанатик Она Сейчас Пишет На Меня Три Раза Фанатик 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 Это Похвала Фанатус Это Смерть Человек Готовый Умереть За цель Своей Жизни За идею Другого Толкования Нет А Если Ты Не Фанатик То Сонная Лакуна Еще Больше Нет То есть Везде И все Надо Думать А как Богосподь Посмотрел Здесь А как Бо Сейчас Он Был Здесь Узнал Бля Его И Воображение Маленько Надо Развивать Почему Он Говорил Придем С отцом К нему И Обитель У него Сотворим Это Сегодня Сейчас И Обитель Будет Тело Где Отец И Сын Будут Посетил Больного Меня Посетил А то Говорит Бога Которого Вселенной Не может Вместить И вдруг Он На одной Кровать Помещается И Ты должен Всердно Благодарить Бога У тебя Друзья Они Помещаются Они Не верят Бога Жизнь Никакой Каждым Днем Все Ближе Смерть Она Понимает Волосинка Одна Поседела Одна Морщинка Надо Что-то Делать Дальше Начинается Перекраска А это Ничего Не Нас Еще Только Вер Принес А Когда Вер Еще Все Принимает Момент Наступил Когда Я Могу Разговорить Перед Ни Картину Царствия Божия Все Рак Не верю Для Чего Жив Они Знают Как Правило Сына Доди Дом Построить Еще Что Дерево Посадить Дерево Посадить Дерево Наркоман Дерево Спилили Ночью Спал А тут И говорит Мне надо А дом Твой Покосился И провалился И что Все Один на ночь Там у него Шкаф Подкатывает Двери Затыкает Все Зачем Сыновья В той комнате Так а что Закрываются Убьют Маленькие дети Были Я посылал При церкви Было Детские Занятия А зачем Да если Они не верующие Они же меня убьют Неверующие Ну хоть Страх Божьего Какой-то Был Сегодня считаешь Которые Неверующие Ничего Нет Вроде бы Знаю Я сейчас Просчитал Чубайс Неверующие Миллиардер А миллиардер Ой-ой-ой Это Тут Рублей Миллион А у нас Миллиардные Доллары А кто Такой Анасис Женился На вдове Джона Кеннеди Которого Убили Президента И он Ну там Арбер Какой-то Имя Его спросили Самое большое желание У вас Какое Когда все Он должен Безболезненно В туалет Сходить Рак Любой Кишки Все Больше Ничего Нету Так А столько Там Было Было Ничего Нету Сейчас Познатили Биографию Светланы Сталина Дочь Сталина Пять раз Так Официально Выходила Замуж Ни с кем Не могла Ужиться Пять раз Вышла За едином Схаке Какого-то Там И Закончила Жизнь Где-то В доме Приюта Говорили Она Приняла Католическую Веру А Для Бога Когда Человек Остает Живется У У него Каждый День У Хаустовского Константин Перпатидович Кажется Сын Говорит Отец Тятя Назвал Или Как И Говорит Я Смотрю На Маму Она Днем Светлее Делается Такая Радостная Из храма Приходит А Ты Как-то Все Ниже Ниже Горбатишь Все Больше А Он Еще Курит Допустим У Мамы Радость Встречи Со Христом Будущее Обновление У меня Ничего Нет Был Лопуха На Могиле Вот Ответ Без Бога Это Страдание Не Надо Чтоб Я Кто-то Щипал Сам Сидим Зачем Я День Заболел Ах Что Это Такое Какая Радость Что Мы Оказались Счастливее Избранных Люди Не понимают Этого Слова Избранных Это Он Избран И Мне Дал Дал Не По Делам По Любви Так А родители Какие А родители Совсем Бедные Были Не Знали Через Их Мы Узнали О Страхе Божьем А Хотели Вот Познав Задает Вопрос А Вот Вы Явитесь На Суть Божьей Там Спрашивает Какого-то Михалкова Допустим Какой Первый Вопрос Зададите Богу Он Грамотный Мужик Кажется Два Гражданца Американской Советским Союзом Да Не там Вопрос И никто Не мог Задавать Господь Спросит Тебя Почему Ты Оден Врачную Одежду И Он Еще Не Мог Ответить Слежите По рукам И ногам Выброси В Кромешную И Я Плачу Прежит Зубов Ты Прочитай Хотя Боди Раз И Тогда Будешь Понимать А Он Думает Оригинальный Я Так Сказал Ну Ты Вспомни Какие Люди Были Выгаты Миллиарда Речь Идет О Миллиарда Долларов Вспомните Борис Абрамович Ну Где Где Он Его Нету Березовской Имею А Другой На бедности Живет И живет Благодарить Бога И мы Для этого знаем События Будут Какие Это Ангел Какие Не Знаем А Двентисты Седьмого Дня Знают У Вас Над Барнаулом Пролетает Такого Та Числа Пятый Ангел И люди Волом Валят Там Есть такой Упаевцы Приходят Ну Не знаю Как назвать Это место Бабка Пришла Туда А он Побыли Здесь По Нашим Деньям Они Каждый День Платили За Дворец Спортов Сто Тысяч Им Предоставили Они Афиши Каждый Ящик Збросили И Там Стоят Молодые Адвентийские Примещают И то Ходят Квиток Дают И когда Пять раз Почитил Тебе Библию Даром Дают Все Думала Катя Молодые Сразу Катя С отдельной Комна Знакомство Ну Она Пять раз Выходила Шестой Раз Неудача Пять Мужей Было И Этот Не Муж И Тебе Тебе Что архиерей сказал? Ну, крестить твоих прихожан? Нет, да разве он не православный? Баб, это адвентисты седьмого дня. Развернулась. Остальных там, они сразу две общины образовали. Человек, постой. Почему? Все на лжи. А дальше, во-первых, он убил, а белорище, даже слабенькая вера, он туда и пойдет. Он будет Богу молиться. А он сказал, что батюшка. Ну, ты посмотри, бритвый стоит батюшка. В Галфуке. Еще ты, баба, совсем экстремистски настроена. Пошли дальше. Пятый стих. И после всего я взглянул, и вот, отверстия храмские несердительства на небе. Толкование. И после всего, после созерцания святых из стеклянного моря перед престолом, после пения святых песни Моисея и песни Акции, Иоанн словом взглянул на небо. И вот, отверстия храмские несердительства на небе. Здесь он видит ту небесную скинию, по подобию которой Бог повелел Моисею строить скинию земную. Отверстия перед взором тайнозрителю не двор скиния с ее святилищем. Они были открыты и доступны всегда. Но храм скиния, то есть святое святых, всегда скрытая отзора людей, куда мог, куда войти мог только первосвященник, и то только раз в году. Собственно, само внутреннее святого святых имело значение свидетельства. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой ковчега посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровений». Исход 25-22. Открытие святого святых в небесной скинии свидетельства и откровения говорит об открытии последних откровений Божьих. От завершения судов Божьих над миром. Открытый миру вид ковчега с его скрижалями закона должен напоминать людям о его грехе против закона Божия, о нарушении и отвержении ими завета Божьей земежи. А потому число в ветхозаветном духе грядет на мир суд Божий без милости. Храм открыт. Открытый во святой святых. Даже с толкованием это не перескажешь. Впереди так же две страны с их считатой. Сейчас начинаю передавать. Ну, ты маленько ознакомились и все. Никогда не гадали. Люди много гадают на этом. Где откроется? Ну, у администов на Даниле откроется, двенадцатая глава, я знаю его. Павлославный где-то книгу другой возьмет, да. Канун за единоумершего. Я говорю, ангел дес, ангел дес. Он дес, говорит, книгу правил. А где вы взяли, чтобы книгу правил? Ну, конечно, чтобы люди полюбили Слово Божие, это надо и брать иметь. Он может тысячи причин найти, чтобы не принять. Перевод неправильный. Я сегодня вышел. Вот так, перевод неправильный. Я вот знаю, не канонические книги, это апокрифы. Я молчу. А потом дальше. А может мне в католицизм пойти? Понимаешь? Я этот человек на серьезе так. Я уже ему отвечал. Бог открывает истину избранную, неверующую избранную. Он не получит от Бога это откровение. А как? А на этот вопрос и Павел не мог ответить. Не знаю, в теле или вне тела была одна душа. Но только видел, говорит, на земле. А там ни один глаз человечества не видел. И ни одно ухо, даже не глухое, не слышал. Какие песнопеяния. И на сердце не приходило ни одного фантаста. Ни Зюберну, ни Беляева. Что там есть? И вот когда считаешь, святые говорят, мы будем, тело подобно его телу. Он толковать, что оно таковое или еще нету. Подобно его телу будем. Ну вот это сейчас святые, которые первые, это векто считаем, в житиях святых-то. Но они же это реально все понимали. Говорят, гонители приехали где-то. А где они? Ну там на какой-то улице, на Пушкино или где-то. А тут совсем рядом. Гоголя улица-то. И они кричат, гонители, где вы? Мы вас ищем, чтобы знать, чтоб казнили. Быть со Христом. Я говорю, церковь запретила это. Но это ушло не сразу. Иногда видели сновидения, как умирать, вот как перпетую. А которая вот это все делает. Свои следователи были. Они все придумали, чтобы человека соблазнили. Как три брата, женатые, молодые. Ну как их обратить? Давайте отпустим домой. А родным наказали. Говорите, в последний раз вы их больше не увидите. Чтобы они бросили эту щепуху. У веры распятого еврея, который себя-то спасти не мог. Плотненько. Ну какая религия? То ли дело Варс, война. Венера, красавица. Возьми Аполлон. Бежит за ней. И она бежит по берегу. И вдруг превратилась она в пену. Понимаете, слушайте, что это у греков. А это... Ну ничего больше нет. А Павел, говорит, пришел к вам. Ничего не знающего, кроме Христа. Да кто он такой? Да и притом распятого, добавляю. Уничиженного. И вот так ничего не значащего, Господь сделал самым значащим. И мы должны это знать, другим передавать и радоваться. У Бога получить эту радость. Когда представляется возможность. Как меня вызывают на суд. Это столько радости. Я смогу открыто говорить, а не так и понимали буквально. И свидетельствовали. А было что обращаться? Ну, прочитай поэма Симона Яковлевича Анатсена. Христианка. Там Альбин допрашивал, когда ее... И он за ней на арену. А там львица. А эти львица там приживаются. Скачок и землю обогрела кровь ее. И он вышел. И вот Рим, и я христианин. Он ее допрашивал. Следователь богатый. И обратился. Это поэма. Но реально так было. Кто-то сидит, какой-то писатель и пишет, что христиане. Они такие тупые. А то другое. Музыканты там. Ну все как сегодня будто было. И вот он ломается и все. И когда стал показывать, как христиане крестятся, глаза зажгурили, головой там в воду. Ему бог открыл. И он говорит, я верую во христа. Она вот, ну играет, ну как настоящий христианин. Я уверовал. Люди весь зал хохочут. Вот это и играют. Он уверовал в самом деле. И так его и считают. Лецидей обратился. Стал христианин. А другой Давид. Давид. Разбойник. Что его? Бросил своих вот товарищей, бросил на беде творить. Сам Кудеяр в монастырь и пошел Богу и людям служить. Давай стущать. А кто ты такой? Давид, да? Он грабил там монастырь. И они все затрепетали. Ну, а зачем? Я монахом хочу быть. Открывайте. Мы не можем открыть. Я говорю, открывайте, товарищи, соберу. Я разломаю стену всю. Вот это, говорит, пришел к нам, говорит, послушник. Ну и, видимо, умел выражаться трехэтажными. И Господь ему уста закрыл. Он дал губы шевеляться, а их звука нет. Он опять, Господи, да когда я свернословил, ты ничего не говорил. А тут закрыл уста, я хочу петь тебе. Господь говорит, петь будешь, а материться ты не будешь. И он как-то это божественно, у него такой приятный голос, все. А как-то когда опять гуляли языком губы, а ничего нету. Житие интересные вещи преподает. Когда у Бога ты просишь что-то, Бог необыкновенно одаривает. И одаривает так, что ты, оглядываясь назад, скажешь, это не я. Две минуты еще наши. Вопросы. Я встречался с людьми близко-близко. И вот у нас судили недавно одного военного. Судили там пятидесятников. И который солдат-то был, с ними через решетку разговаривает. Когда суд кончится, сажает в клетку и решетку, и он за тобой наблюдает. А он ему о Боге говорит. И в следующий раз, когда вывели их, а он этот, уверовал стражника. А у него вина была там на три года или четыре. А теперь этого солдата-то ему приписали. А солдат-то, может быть, сержант был. И мы еще наветили подальше. И они уже двое этого сразу арестовали. Вот проповедь. Вот испытай эту радость. Вот у меня было когда такое. Я говорю, давай молиться теперь, Асэ. Володя, Владимир Прокопьевич. Я говорю, а ты, уже все заканчивается? Да, заканчивается. Семь лет отец Игнатий дает. Так а ты все рассказал? Да нет. А ты вызывай прокурора по надзору и расскажи, кому ты отдавал эти приборы. Да я же отдавал непростым людям, начальнику КГБ. Тогда ты скажи. Да с ними связывайся. Володя, иначе ничего не будет. Он прокурора вызвал и говорит, я УГА. Я уверовал христианин. Было вот так, дело так. Ему условно дали. Условно, то есть, три года, чтобы ты не гернес и грешил. Ты для Бога отдавай жизнь, намерение. Я не знаю, что будешь говорить. А не заботись. Дух Святой даст вам, что говорить. У Бога все у кого. Мы благодарны Богу за сегодняшнее собрание. За занятия. Мы просим ваших молитв. Мы уезжали сегодня. Умерли Богу. Ко всем у меня благодарность, радость. И Бог это дает. Если маленький фильм такой есть, когда все под насмотрим. В комнату войдешь и ничего. Я ведь приехал к брату. Сейчас расскажу. Видел, нет? Кто видел это? Нет? Ну прямо показывает. Какой Альберт с ним. Ну и в машину сели, поехали. Машина, а тут трубка из руля вылазит. Вот. Ну а что ты делаешь? Завожу. Она определяет пьяный или не пьяный. И сразу показывает не пьяный. А у него из кармана платочек выпало или что. Они маленько поехали. Бабка идет один раз. Щахнула. А штраф, допустим, 100 долларов. Десятина принадлежит тому, кто снял. Ну и дальше как вызывается событие. Он только пришел в комнату в брату. В холодильнике. Ты скажи, что ищешь? Пиво. У нас пиво запрещено. Не скажи ты. Люди дольше стали жить. Курить нельзя. Тут еще придумал. Какая сволочь придумала? А ему загорается Россия. 150 долларов. Видела как? Мужик там за неделю до 1000 долларов наговорил. Да пошли война. Она ему сразу 500 долларов добавила. Я тут жить не могу. А выкину. Деньги в кармане. А только сказывающие. Со мной на другое переводить нельзя. И когда ему уже никак. Ну, Маргарита. Маргарита. Ну хоть нажми какую-нибудь кнопку. Она говорит. Меня сразу арестуют. Она только перерывала деньги на него. И сразу загорелась. Вместо не сходить. Ее арестовали. Она там сидит на тюрьме. Показывает на улице. А другая говорит. Маргарита. Почему ты в себе углубаешься? Она показывает вино наполненный щеток. Я свободный. Я не могу еще раз сегодня. Вот мой главной канал. А мне все понравилось. Курить нельзя материться. Нельзя. Чудесно просто. ГУДАСУКИ БЕIS ПОСНЯ Батюшка, поблагодарите Бог. Благодарите, Христия Божьяна, за Твою милость нам слава Тебя, Господи. Будь милостив, не оставляй нас и впредь Своей милостью. Тебе слава. Благодарите, честь и поклонение Отцу Сыну и Святому Богу. Милый Песня. Аминь. Аминь. Господа Бога.